Вы готовы пополнить свою копилку знаний узлов для галстука? Знаете ли узел, который больше полувиндзора, но меньше, чем виндзор? В сегодняшнем видео мы научимся завязывать узел свитого Эндрю. Пользующийся популярностью в Великобритании классический узел свитого Эндрю идеален для мужчин, кто хочет стать на голову выше в завязывании узлов. Основные характеристики этого узла. Первое. Средний размер узла и его относительно просто завязывать. Второе. Он хорошо подойдет как для деловых, так и для общественных встреч. Третье. Узел хорошо сочетается с различными видами воротников. Начнем завязывать узел свитого Эндрю. Повесьте на шею галстук. Для этого узла лицевая поверхность узла галстука должна прилегать к вам. Сделайте так, чтобы широкий конец был ниже, чем узкий конец. Нужный уровень зависит от длины галстука и вашего роста. Сделайте перекрест, чтобы короткий конец был спереди от широкого. Затем протяните широкий конец спереди от короткого. Проведите широкий конец позади короткого, затем проведите его через шейный узел. Снова проведите широкий конец позади короткого, а затем перекрест спереди от короткого. Проведите широкий конец под шейный узел и через него. Затем протяните его через петлю, образовавшуюся спереди. Аккуратно затягивайте узел, потянув за широкий конец, пока вы не будете удовлетворены его видом. Подтяните узел к шее, держа в натяжении короткий конец одной рукой и подтягивая сам узел другой. Держите короткий конец под контролем. Проведите его через петельку на задней поверхности. Галстук должен находиться между верхней и средней частями пряжки вашего ремня. Если он слишком короткий, опустите широкий конец ниже. Если он слишком длинный, вначале поднимите его выше. Узел святого Эндрю прекрасно выглядит. Он интереснее, чем Полу или Виндзор, и по размеру точно между ними. Если вы большой фанат средних узлов, то это идеальный узел для вас. Что касается классических узлов, он позволит выделиться. Для деталей прочитайте статью на realmanrealstyle.com. Продолжение следует...